Добрый день! Начинаем разбор заданий. Начнем разбор заданий 7 класса. Задача номер 1. Напомню условия. Две балконные двери шириной А1 и А2 начинают передвигать к противоположным стенам. Скорость соответственно у нас В1 и В2. Сейчас я повыше сделаю рисунок. На третьем рисунке изображен качественный график зависимости величины области пересечения дверей от времени t. И с помощью графика нужно найти численные значения А1, А2, В1 и В2. И еще есть примечание, что касаясь противоположной стены, дверь будет останавливаться. График построен без соблюдения масштаба с указанными значениями. L нулевое на 1,8 метров, t1 6 секунд, t2 15 и t0 30 секунд. Посмотрим график. График вы видите. Зависимость L от T. Каково будет возможное решение? Если вы заметили, то участок, если L равняется L нулевое, это будет положение, при котором двери полностью у нас перекрыты. То есть L нулевое, это будет ширина у нас меньшей двери. Следовательно, первый параметр у нас найден. А второе, которое просили найти, это 1,8 метра. Скорость изменения L – это так называемая относительная скорость движения дверей. То есть V первое плюс V второе, когда она отлична от нуля. Значит, первый участок. Дельта L мы делим на t1. Соответственно, L нулевое делится на t1. Получаем 0,3 метра в секунду. Скорость одна найдена. На втором участке также дельта L, t0 минус t2. У нас L0 делится на t0 минус t2. И получается соответствующее второе значение скорости 0,12 метров в секунду. Точно так же. Сейчас я еще раз открою график. Давайте оценим. Вот у нас был график. Относительная скорость может по условиям задачи измениться только, когда у вас одна из дверей остановилась. Значит, в промежутке между временем t1 и t2 одна из дверей у нас останавливается. Если бы она остановилась раньше или позже, то на наклонных участках был бы у нас излом. Значит, получается, что скорость одной из дверей мы уже нашли 0,12 метров в секунду. А другой получается 0,18 метров в секунду. Предположим, что V1 у нас идет со скоростью 0,18, а V2 0,12 метров в секунду. Тогда, по известной вам формуле, первая дверь будет проходить путь С1. Обозначим его так. Он равен А2 и равен, соответственно, L0 за время t1, которое мы находим как L0, деленное на скорость V1. То есть, получается при подстановке t1 10 секунд. И пройдет и остановится. Это справедливо, потому что наше время t1 лежит в заданном отрезке, который вы видите. t1 больше либо равно t1 и меньше либо равно t2. Вторая же дверь будет продолжать двигаться со скоростью 0,12 метров в секунду. И пройдя за t0 путь S2, мы можем его также определить. Как S2 это у нас будет А1. И скорость V2 умножить на время t0 составит у нас проходимый путь 3,6 метров. Теперь предположим, теперь наоборот, что V1 у нас 0,12 метров в секунду, а V2 0,15. Первая дверь при таких условиях будет проходить путь S1, также равный n0, но время, здесь уже мы посчитаем, будет 15 секунд. И она останавливается. Это также будет справедливо, потому что t1 также лежит в тех же указанных пределах. Но вторая дверь при этом будет двигаться со скоростью 0,18 метров в секунду. И этот вариант нам не подходит потому, что относительная скорость на последнем участке у нас 0,12 метров в секунду. То есть окончательно все-таки мы выбираем предположение номер 1 и получаем окончательный ответ, что А1 параметры это 3,6 метра, а второе 1,8 метра. Скорость первой двери 0,18 метров в секунду, скорость второй 0,12 метров в секунду. Каковы были критерии оценивания здесь? Какие баллы ставились? По критериям оценивания, первый критерий, было указано, что на участке с L равной L0 двери полностью перекрываются. Это указание оценивается в 1 балл. Дальше. Если найдена ширина А2 равная 1,8, это тоже оценивалось в 1 балл. Второе. Третье, извиняюсь. Третье. Рассчитаны скорости изменения L на двух участках. Это у нас будет 2 балла. Четвертое. Сделан вывод об остановке одной из дверей в промежутке между временем T1 и T2. Это у нас оценивается в 1 балл по критериям. Следующее. Сделан вывод о том, что скорость изменения L на первом участке – это сумма скорости V1 плюс V2. 1 балл. Пункт 6. Сделан вывод о том, что скорость изменения L на втором участке – это одна из скоростей. Тоже 1 балл. Обоснованы найденные значения V1 и V2. За это мы ставили 2 балла. И, наконец, последний, восьмой пункт при найденной ширине А1 – 3,6 метра. Оценивалось это в 1 балл. Задача следующая. Алиса в кофейне чудес. Напоминаю вам условия. В выходной день Алиса с подругами пошла в кафе Шоколадница. Шли они с постоянной скоростью. Придя в кафе, Алиса построила график зависимости своей средней скорости от времени, включая время, когда пила кофе. Перед уходом Алиса решила порадовать своих подписчиков в Инстаграм новой публикацией, и, потянувшись за телефоном, девочка случайно пролила остатки кофе на график. Определить по данному графику, частично невидному, перекрытому кофейной гущей, сколько времени Алиса пила кофе в кафе. И второе. В каких единицах измерения изображена скорость на графике, если путь до кофейни 1,6 километра. Посмотрим возможное решение. Единицы измерения скорости нам неизвестны. Как видно на графике, который сейчас перед вами на экране, обозначим ее уе, то есть условными единицами, так называемыми. Но видно из участка, залитым кофе, что скорость первоначально была прямой линией, то есть изначально Алиса шла с постоянной скоростью. И по определению средней скоростью к моменту времени 40 минут, Алиса прошла путь 40 минут на 40 условных единиц, то есть 1600 минут, умноженных на условные единицы. Однако весь этот путь Алиса шла примерно со скоростью 100 условных единиц. Значит, S равное 100 условных единиц умножить на время дельта Тау. Отсюда дельта Тау, получаем, что 1600 мы делим на 100, и получаем 16 минут Алиса шла до кафе. Значит, в кафе она сидела. Значит, получается, что сидела в кафе, она от 40 минут отнимаем 16-24 минуты. Следовательно, можем оценить, в чем у нас условные единицы измеряются. 1,6 километра разделим на 16 минут, получаем 100 метров в минуту. Значит, наши условные единицы мы определяем как 1, одна условная единица 1 метр в минуту. Каковы же критерии оценивания и примечания к критериям? Использованы неизвестные единицы измерения скорости. 1 балл. Использовано определение средней скорости. Тоже 1 балл. Определение средней скорости применено ко времени 40 минут. 1 балл. Использовано уравнение равномерного движения. 1 балл. Уравнение равномерного движения использована информация с графика. 1 балл. Использовано равенство путей с двух уравнений оценено в 2 балла. Правильно найдено время ходьбы – 1 балл. Правильно найдено время отдыха в кофейне – 1 балл. И условная единица выражена через метр в минуту – тоже 1 балл. Теперь примечание к критериям. Первое примечание. Пункт 1 не засчитывается, если участник просто угадал единицы измерения, не обосновал. Второе примечание. Если время ходьбы явно не вычислялось, а найдено сразу время отдыха, то пункт 7 критериев засчитывается в полной мере. В пункте 2 и 4 можно оценивать даже при неверной логике решения задачи эти пункты. Это значит наличие соответствующей формулы в решении. Вот такие критерии решения задачи номер 2 седьмого класса. Переходим к задаче номер 3. Жидкость в теле. Условия задачи. Напоминаю, Дионисий нашел в лаборатории своего дедушки 5 внешне одинаковых тел. Мальчик вычислил среднюю плотность каждого из них. Оказалось, что они разные. Прилагаемой к телам записки упоминалось, что они содержат одинаковые полости, которые частично заполнены жидкостью. Масса M маленькая жидкость была написана на каждом теле. Также из записки следовало, что одно из тел отличается размером полости, то есть бракованное. То есть, от измерения средней плотности и масс налитой жидкости приведены в таблице. Посмотрим на нее. Значит, первое дело, второе, третье, четвертое, пятое. Соответственно, имеют массы 10, 30, 60, 70 и 100 грамм. Плотность средняя из таблицы для первого тела 0,9, для второго 1,3, у третьего 1,9, у четвертого 2,5, у пятого 2,7. Нужно определить первое, номер бракованного тела, и второе, второй объем тела, и третье, массу МК небракованного тела без налитой жидкости. Возможное решение. Мы знаем, что по определению средней плотностью тела называют отношение массы тела к объему. Вы видите формулу номер 1. Росредняя – это М большое, деленное на ВК. ВК обозначен объем наших кубиков. Получается, что в М большое входит масса и тела, и воды, которая нам там помещена внутрь полости. Значит, расписывается формула 1 соответствующим образом. Дальше. График посмотрим. Из уравнений следовало, что при постоянном объеме и массе пустого тела зависимость его средней плотности от массы линейна. Здесь на рисуночке вы видите график зависимости средней плотности тела от массы воды в нем. И построены точки. Четыре точки отмечены. Первая, вторая, третья, четвертая у нас уходит. Из графика видно, что все точки, кроме номер 4, лежат на одной прямой. Это означает, что четвертое тело и есть, бракованное. Из уравнения средней плотности видно, что угловой коэффициент наклона прямой – это обратный объем. Единица на V – это дельта РО средняя, деленная на дельта М. Откуда V? Дельта М на дельта РО средняя. И подставляя данные из таблицы, VK у нас получается 50 кубических сантиметров. Если М равно 0, получаем, что РО средняя от 0 есть просто МК разделить на VK. И отсюда МК – это будет объем умножить на среднюю плотность от 0. И продолжив график до пересечения с осью РО средняя, найденное значение составляет 0,7 грамм на кубический сантиметр. И масса пустого тела получается 35 грамм. Так, критерии оценивания данной задачи. Получена первые критерии. Получена зависимость средней плотности от массы воды 1 балл. Использована линейность этой зависимости тоже балл. И построение графика РО среднего от М тоже оценивалось в 1 балл. Номер тела указан правильно, бракованного, составил критерии оценивания в балл. Записана формула 2 или ее эквивалент 2 балла. Получено правильное численное значение ВК – 1 балл. Правильно найдено РО среднее от 0 – 1 балл. Записана формула 3 или ее эквивалент 1 балл. И получено правильное численное решение МК – тоже 1 балл. Примечание. Вместо построения графика участник может применить уравнение 2 к разным парам измерений. При таком решении пункт 2 и 3 нужно объединять и оценивать каждую пару измерений в 0,5 балла, но не более 2. И второе примечание критерия. При достаточном количестве исследованных пар измерений, пункт 2 примечания, и при правильных численных значениях ВК и МК промежуточные критерии оцениваются полным баллом. Глюк в Майнкрафте. Пока внук хозяйничал в лаборатории, экспериментатор Глюк решил поиграть в его компьютерную игру. В ней он из 5 кубических блоков собрал фигуру. Причем 4 блока были изготовлены из одного материала. Смотри рисунок. Предположив, что в плотности материалов ему известны, Глюк посчитал, что средняя плотность этой фигуры составляет РО1 6,5 грамм на кубический сантиметр. Внезапно в игре неизвестное существо подбежало и украло один из блоков. Глюк пересчитал среднюю плотность и получилось у него значение РО2 6,125 грамм на кубический сантиметр. Вот тут неизвестное существо опять похитило блок. Средняя плотность опять изменилась. Глюку надоело наблюдать за воростом блоков и он выключил игру. Теперь нужно вам определить было плотность по мнению Глюка РОА верхнего кубика, плотность по мнению Глюка РОБ нижних кубиков и среднюю плотность фигуры после второго похищения. Возможное решение. 4 тела, здесь у нас масса обозначена 4М2 одинаковых и одно из тел, которое другой плотности, его масса М1 здесь обозначена. Соответственно, они одинаковые, поэтому мы пишем, что РО1 равняется М1 плюс 4М2 деленное на 5В. То есть, 1 пятая плотности первого тела плюс 4 пятых плотности тела В. Если бы первые похитили голову фигуры, то после второго похищения плотность бы не изменилась, остались бы блоки одного типа. Однако, по условию это не так. Значит, первым был похищен один из нижних блоков. Следовательно, новая средняя плотность фигуры, РО2, составила у нас формулу 2. РО2, вы видите ее на экране. 1 четвертая РОА плюс 3 четвертых РОБ. Теперь получается у нас уравнение первое и второе. Решаем его в виде системы. Находим предполагаемые плотности блока. Вы сами можете проделать это самостоятельно на листочке и вывести. Значит, РОА у нас получается 0,5 грамм на кубический сантиметр, РОБ 8 грамм на кубический сантиметр. Какой из блоков похитили вторым, мы не знаем. И возможно рассмотреть два варианта. Похищена голова или похищен один из нижних блоков. Если похищена голова, то РО3 у нас составляет 8 грамм на кубический сантиметр. А в случае похищения нижнего блока снова расписывается формула. И получается, что во втором случае 5,5 грамм на кубический сантиметр наша плотность. Критерии. Примечание. Если было записано уравнение 1 или аналог, ставился 1 балл. Второй критерий. Доказано, что первым похищен один из нижних блоков 2 балла. Записано уравнение 2 или его аналог 1 балл. Найдена плотность тела РОА 1 балл. Плотность тела РОБ тоже 1 балл. Шестое. Найдены оба варианта для РО3. По одному баллу за каждый формульный ответ. И по одному баллу за каждый численный ответ. Итого 4 балла. Примечание к критериям. В пункте 4 и 5 ставить по полбала за каждый формульный ответ. И по полбала за каждый численный ответ. В пункте 6 полбала ставится за каждый формульный ответ. И также полбала за каждый численный ответ. Если участник не получил формулы для 4-5 пунктов, то численный ответ правильный, засчитывается за полный балл. Так, следующий я хотела бы разобрать 8 класс. Задача 8 класса. Их тоже 4. Первая задача, она большая. Эффект Доплера. Надо было читать ее очень внимательно. Я напомню ее. Геолог отправляется на моторные лодки из базового лагеря вверх по реке. Из-за отсутствия связи с лагерем он каждые полчаса Дельта-Т бросал в воду пронумерованные по порядку бутылки с информацией о своей экспедиции. Через полчаса после отправления первую, через час вторую и так далее. Вплоть до возвращения в лагерь. В первое время после начала экспедиции эти бутылки вылавливали в лагере через каждые Дельта-Т большое полтора часа. На определенном расстоянии Х от лагеря геолог быстро закрепил в русле автоматический анализатор химического состава, опустил в воду очередную бутылку и отправился в обратный путь, не изменяя режима работы лодочного мотора. На обратном пути он продолжил каждые полчаса бросать в воду пронумерованные бутылки. В какой-то момент он заметил, что 16-я бутылка оказалась опущенной в реку рядом с 8-й. И от этого места до лагеря осталось проплыть 4 километра. Нужно было определить. Определить много пунктов. Целых 7 пунктов. Первый пункт. Скорость течения реки. ВТ. Второе. Скорость лодки в стоячей воде. В лодке. Третье. Длительность и большой всей экспедиции геолога от отправления до возвращения в базовый лагерь. Четвертое. На каком расстоянии Х от лагеря геолог закрепил прибор. Пятое. Через какой промежуток времени Дельта Тау приплывали в лагерь бутылки, отправленные геологом на обратном пути. И шестой пункт. Через какое время после начала экспедиции в лагере выловили последнюю бутылку и какой у нее был номер. И наконец последний седьмой пункт. Каков номер бутылки, которая приплыла в лагерь одновременно с геологом. Возможное решение. Итак, очевидно, что каждая последующая бутылка проходит такое же расстояние до места опускания предыдущей, какой пропрывает лодка за полчаса при движении вверх против течения. То есть можно записать уравнение. Дельта Т умножить на В лодки минус В течение, против течения плывет лодочка, равняется. Дельта Т большое минус Дельта Т маленькое, деленное на В лодки. Извиняюсь, на В течение. Отсюда следует, что В лодки у нас составляет 3 В течения. Это формула номер 1 полученная. Предположим, что в самой дальней точке маршрута геолог опускает в воду бутылку с номером N. Мы не знаем еще с каким. Тогда встреча геолога с бутылкой номер 8 на обратном пути произойдет в момент времени 16 Дельта Т. Если расстояние, пройденное бутылкой за время 16 минус 8 Дельта Т, будет равно расстоянию, пройденному геологам от дальней точки маршрута до места встречи, минус расстояние от места опускания бутылки номер 8 до дальней точки. И тогда запишем уравнение такое. В течение, скобочки открываются, 16 минус 8 Дельта Т равняется. Теперь уже распишем таким образом. В лодке плюс в течение 16 минус N Дельта Т минус, в лодке минус в течение N минус 8 умножить на Дельта Т. Вот из этой формулы последней получается, что N маленькая равняется у нас 12. Из условий равенства путей геолога туда и обратно можно найти количество получасовых интервалов, в течение которых геолог плыл обратно по течению. Тогда при условии того, что N у нас маленькая найдена, запишем такое уравнение. В лодке плюс в течение умножить на некий коэффициент K Дельта Т равняется в лодке минус в течение умножить на N Дельта Т. Можно из этого уравнения, с учетом того, что мы решали в первом и втором, получить, что K у нас этот коэффициент равен 6. Тогда путешествие геолога длилось. Н плюс K в 18 получасовых интервалов, а в часах это будет 9 часов. По условию задачи, от места опускания бутылки номер 16 до лагеря лодка прошла 4 километра за время 18 минус 16 Дельта Т. Это получается у нас 1 час. Следовательно, сумма скоростей лодки и течения составила у нас 4 километра в час. С учетом того, что мы знаем в первой формуле, напоминаю, что скорость лодки в 3 раза больше скорости течения. Полученная скорость лодки составит у нас 3 километра в час, а скорость течения всего лишь 1 километр в час. Чтобы найти, на каком расстоянии был установлен анализатор химического состава воды Х, можно его рассчитать по формуле. х равно В лодке минус В течения умножить на Н Дельта Т, то есть 12 километров от базового лагеря. На обратном пути каждая последующая бутылка опускалась уже в воду на расстоянии 2 километра ближе к лагерю, чем предыдущая. То есть мы это можем определить, как в лодке плюсовое течение умножить на Дельта Т. И получаем 2 километра. Но на полчаса позже предыдущей. Поэтому расстояние между ними в реке составляет 1,5 километра. И приплывать в лагерь они будут также с интервалом 1,5 часа, как и бутылки, которые опускались в воду по пути туда, вверх по течению. Также отмечается здесь в этом решении, что бутылки, опущенные на обратном пути, будут приплывать в лагерь в последовательности обратной. Например, после 17-й бутылки через 1,5 часа приплывет 16-я, одновременно с 8-й, еще через полчаса 15-я вместе с 9-й и так далее. Последний в лагере выловит бутылку с номером 12. Произойдет это через 18 часов после начала экспедиции. Одновременно с геологом в лагерь приплывет бутылка с номером N. И определить N можно из условия Т1 плюс Т2 равняется Т. Т1 здесь будем обозначать время от начала экспедиции до момента опускания в воду N-й бутылки. А Т2 – это время возвращения этой бутылки в лагерь. Иначе говоря, N дельта Т плюс V лодки минус V течение N дельта Т, деленное на V течение, есть T большое. И мы отсюда найдем, что наше N большое равно 6. То есть бутылку с номером 18, которую геолог должен был бы опустить в воду в момент своего возвращения, опускать он не стал, ввиду отсутствия необходимости. Он уже вернулся. Есть графическое решение задачи, которое проще аналитического. И можно ее представить вот в таком виде. Соответственно, получается вот такой вот график. Из этого графика можно прочертить линии параллельные каждые полчаса. И мы будем видеть, какие номера бутылочек у нас там опускаются. И вот по этому графику видно, что 18-я бутылочка опустится у нас как раз во время того, как геолог прибыл в лагерь. Итак, ответы по пунктам, которые вы должны были получить. Значит, в течение 1 км в час в лодке 3 км в час, T большое 9 часов, X расстояние от лагеря до точки 12 км, дельта Тау 1,5 часа. Последний выловит бутылку с номером 12 через 18 часов после начала экспедиции. И одновременно с геологом в лагерь проповедет бутылка номер 6. Критерии оценивания. Установлено, что скорость лодки в 3 раза больше скорости течения, за это ставился 1 балл. Определена правильно X 2 балла. Определена скорость лодки в стоячей воде 2 балла. Определена скорость течения тоже 2 балла. Определена длительность всей экспедиции 0,5 балла. Промежуток времени дельта Тау 0,5 балла. Определена время прихода последней бутылочки 0,5 балла. Определен номер последней бутылки тоже 0,5 балла. И определен номер бутылки, которая приплыла одновременно с геологом, за это ставился 1 балл. Примечание. Задача может решаться по действиям. Также может отмечаться и решаться графически. Также может предположена быть система отчета РИКа. Но в любом случае правильные полные обоснованные ответы должны оцениваться полным баллом. Задача 8.2. Сообщающиеся сосуды. Напоминаю, что в условии были нарисованы, указаны два сообщающихся сосуда, которые заполнены жидкостями до высот 2H. Известно, что плотность жидкости в правом сосуде равняется РО, а в левом, видно на рисунке, 0,8 РО. Соответственно, еще по условию. Сосуды у нас смещены по вертикали на высоту 2H. Кран в трубке изначально закрыт. В правый сосуд начинают добавлять высотой 5H жидкости, но с плотностью меньшей 0,7 РО. Вопрос. Какой высотой H большой столб жидкости с плотностью 0,7 РО останется в правом сосуде после открывания крана? Сосуды сверху открыты. Объемом соединенной трубки мы просто пренебрегаем. Возможное решение. Первоначально нужно определить, а куда же будет перетекать у вас жидкость, когда вы кран откроете. Потому что в сообщающие сосуды, вы знаете, там должно быть равенство давлений гидростатических справа и слева. У нас сверху сосуды открыты, поэтому воздействие атмосферного давления мы здесь не учитываем. Если даже вы его и запишите, оно должно сократиться у вас. И мы можем сделать такое предположение, что жидкость из правого сосуда начнет переливаться в левый. Соответственно, нужно сравнить величины давлений в точке А, которые будут создаваться левым и правым столбами жидкостей. Будем считать, что трубка заполнилась жидкостью плотностью ρ. Ну и, соответственно, записав данное выражение, 0,8 ρh меньше, чем 0,7 ρh на 5h плюс ρh, но минус ρh на 2h, мы видим, что после соответствующих преобразований и сокращений на ρh, 0,8 у нас меньше 2,5, а следовательно, раз неравенство верно, предположение тоже наше оказалось верно, жидкость из правого сосуда начинает перетекать в левый. Жидкость с плотностью ρ переливается в левый сосуд, вытесняя при этом жидкость с плотностью 0,8. Рассматривается здесь дальше момент, когда уровень в правом сосуде упал на высоту h. Трубка тогда начнет заполняться жидкостью с плотностью 0,7 ρh. Можно опять сравнить величины давления в этой точке, которые будут создаваться левым и правым столбами жидкости. Итак, сравнение показывает 0,8 ρh меньше, чем 0,7 ρh умножить на 3h. 0,7 на 3 получается 2,1. И, как видно, из уравнения 0,8 действительно меньше, чем 2,1. Поэтому наше предположение тоже верно. Получается, что переливание у нас продолжится, и легкая жидкость будет всплывать в левом сосуде, и из него будет просто выливаться. Давление от точки А, которое создается левым столбом жидкости, меняться у нас не будет. А справа оно будет падать до состояния равновесия. Можно теперь отсюда найти высоту столба жидкости плотностью 0,7 ρh, которая останется 0,8 ρh равняется 0,7 ρh минус 0,7 ρh умножить на 2h. Отсюда можно аж большое выразить. Она составляет после всех необходимых преобразований 22 седьмых маленькой высоты. Критерий оценивания. Доказано, что жидкость с плотностью ρh переливается в левый сосуд. За доказательство 2 балла. Второе. Указано, что жидкость с плотностью 0,8 ρh будет при этом вытекать 1 балл. Доказано, что жидкость с плотностью 0,7 ρh будет переливаться в левый сосуд. 2 балла. Указано, что жидкость с плотностью 0,7 ρh будет при этом вытекать 1 балл. Записано уравнение 1 или его аналог 3 балла и высота найдена правильно, аж большое 1 балл. Задача 8.3. Ледяной столб. В теплоизолированный стакан, к дну которого приморожен столбик льда, начинают наливать воду с постоянным массовым расходом. Это делают столь медленно, что температура всего содержимого стакана в каждый момент времени остаётся одинаковой. А график зависимости массы льда от времени приводится на рисунки. Значит, 10, потом 11, а потом он уменьшается до нуля за 11 минут. Пренебрегая тепловыми потерями, стакан, напоминаю, теплоизолированный, нужно определить начальную температуру льда, Т0, и температуру ТВ, наливаемой воды. Также нужно построить график зависимости массы жидкой воды от времени в интервале от 0 до 12 минут. Вода из стакана не вытекает. По справочным данным, дана удельная теплоёмкость льда воды и удельная теплота плавления льда. Возможное решение. Вы видели, что первоначально происходило увеличение массы льда. Так вот, происходит оно за счёт замерзания поступающей воды. То есть, водичку вы наливаете, она частично начинает превращаться в лёд. И температура льда при этом растёт. К моменту времени, 1 минута лёд у нас нагрелся до температуры плавления и начал, соответственно, таять. Вся поступившая вода превращается в лёд при 0 градусах Цельсия. Составляется уравнение теплового баланса для участка первого, который у нас до излома идёт. m нулевое Цельда, 0 минус Цельда, равняется μ, это массовый расход воды, ΔTau, первая, 1 минута по графику, длительность первого участка. Скобочка открывается Ц воды, Ц воды минус 0 плюс λ. Так как на этом участке вся поступающая вода у нас замёрзла, то массовый расход воды равен с точностью до знака скоростью увеличения массы льда. То есть μ мы можем определить отсюда, как Δm, делённое на ΔTau, первое, и получаем 1 грамм за минуту. И это же постоянная величина. Потом лёд начал таять за счёт остывания поступающей воды до температуры плавления. И к моменту времени 11 минут лёд у нас полностью считается расплавившийся. Снова составляем уравнение теплового баланса для второго участка. М1 лямбда равняется μ, то же самое, что найдено. ΔTau2, Ц воды, Т воды минус 0. ΔTau2 в этот момент у нас по графику 10 минут получается. И отсюда Т воды можно определить по формуле, получившейся из уравнения 2, как 83,81 градусов Цельсия. Потом можно из первого уравнения, которое выше записано, выразить температуру начальную льда. Она у нас получается, судя по формуле, минус 32 градуса Цельсия. Теперь можно построить график зависимости массы жидкой воды от времени. До момента времени 1 минута жидкой воды у нас в стакане не было, она сразу замерзает. А потом потихонечку её количество линейно начинает возрастать за счёт постоянного притока извне тепла и таяния льда. То есть вот здесь вот на графике 1 минута у нас ничего не происходило, а затем начинается линейное возрастание. И к моменту 11 минут масса воды была 21 грамм. Далее сохранился линейный характер изменения массы воды, но наклон будет вот здесь вот меняться, так как закончилась таяние льда. И к моменту 12 минут у нас получается 22 грамма образовалась воды. График соответствующий вы видите построенный. Так, далее. Критерии оценивания данной задачи. Указано, что в конце первого участка в стакане будет только лёд при 0 градусах Цельсия, за это 0,5 балла. Правильно составлено уравнение баланса первого участка 1 балл. Массовый расход правильно рассчитан. Это мю высчитан 1 балл. Полбалла выставлено за указание, что в конце второго участка в стакане была только жидкая вода при 0. 1 балл за правильно составленное уравнение теплового баланса для второго участка. 1 балл за правильно найденную начальную температуру наливаемой воды. 1 балл за правильно найденную начальную температуру льда. Полбалла обоснован линейный от времени характер изменения массы воды. Полбалла рассчитана масса воды при 11 минутах. Полбалла рассчитана масса воды при 12 минутах. И построен график, за него 2,5 балла. Притом, если оси не подписаны, снимались полбалла. Если оси правильно оцифрованы, добавлялось полбалла. И правильно изображены трилинейных участка изменения массы воды. По 0 балла за каждый участок. Примечание критерия. Если массовый расход не вычислен прямо, но используется косвенно, то пункт 3 засчитывается в полной мере. Пункт номер 2 примечание. Если для построения графика рассчитывается масса воды не при 11 минутах и 12 минутах, а в другие моменты, прямую можно провести через любые точки, то при правильно полученных значениях пункт 9 и 10 тоже засчитываются в полной мере. Баллы за пункт А.11 и пункт Б.11 ставятся только при наличии хоть каких-то графических зависимостей. Пункт 11Б подразумевает, что шкалы оцифрованы равномерно и график занимает более 70% площади рисунка. И, наконец, в восьмом классе последняя, четвертая задача в Саргасовом море. Считается, что одной из причин исчезновения судов в Саргасовом море является большое количество пузырьков газа, выделяемое водорослями, саргасами. В некотором месте А моря, когда экипаж корабля наблюдал пузырьки газа, поднимающиеся из глубины судна, было погружено четверть своего объема. Проплыв некоторое расстояние, корабль погрузился уже наполовину, а концентрация пузырьков увеличилась вдвое. Считая, что размеры пузырьков не изменяются, надо определить первое, во сколько раз плотность газированной воды в месте А меньше плотности обычной воды. Второе, во сколько раз должна измениться концентрация пузырьков по отношению концентрации в месте А, чтобы судно начало тонуть. Примечание, концентрация пузырьков N, будем называть отношение их количества в газированной воде к ее объему. Возможное решение. Первое, здесь определяют, как связана средняя плотность газированной жидкости, рост концентрации пузырьков N. По определению у нас плотность, это всем известная формула масса разделить на объем. Если мы распишем дальше, учитывая, что M – это масса газировки, V – это объем воды, MV – масса воды, массой пузырей будем пренебрегать, ρV – это плотность воды, V1 – объем всех пузырей. Получаем формулу первую. ρ равняется ρ воды, V – N на V0, где V0 объем одного пузыря. И все это делить на V. Дальше записывается условие плавания корабля. МКТ корабля G, МК, G равняется силе Архимеда. Расписывается все это и находится плотность ρ. И пока судно держится на плаву, должно выполняться условие. условие такое, ρ воды, 1 – N, V0, равняется плотность корабля, V корабля, деленное на V пузырька. Дальше нужно применить к трем случаям. И получится первое уравнение, видно его, второе уравнение и третье уравнение для третьего случая. Если вы эту систему найдете, то получится, что N3, N3 вот это, составляет у нас 5 вторых от N1. И еще получится, что N1 умножить на V0 есть 1 третья. И тогда можно посчитать ρ первое, которое будет составлять 2 третьих ρ B. Дальше здесь приведен график. И написано, что вместо трудоемкого решения данной системы, которая приведена выше, можно построить график зависимости средней плотности газированной жидкости от концентрации пузырьков. И здесь построены на графике, вы видите, много подобных треугольников, записывается дальше условия подобия и находятся те же самые результаты. Критерии оценивания. Получена связь концентрации с плотностью 1 балл. Записано условие плавания корабля для сил 1 балл. Записано условие плавания корабля для плотностей тоже 1 балл. Применены условия плавания к данной задаче 3 балла. Найдено Н3 2 балла. И найдено ρ1 тоже 2 балла. В пункте 4 примечания к критериям каждое уравнение оценивалось в 1 балл. Если какие-то из промежуточных пунктов критериев отсутствуют в работе в явном виде, косвенно указываются в дальнейшем решении, то данные пункты критериев оцениваются в полной мере. И, наконец, задачи 9 класса. Их 5. Первая задача. Термостат. В термостате поддерживается постоянная температура, которая выше температуры окружающей среды. И это осуществляется с помощью нагревательного элемента, работающего в составе цепи. Смотри рисунок. В этой цепи источник можно считать идеальным. Сопротивление нагревательного элемента ρn в 4 раза меньше полного сопротивления реостата R, а х – это доля длины реостата, включенная в данный момент в цепь. При температуре внешней среды Т1 25 градусов Цельсия для поддержания требуемой температуры ползунок реостата стоит в положении Х1 0,65. При температуре Т2 20 градусов Цельсия ползунок реостата стоит в положении Х2 0,35. Какой должна быть величина Х при температуре внешней среды 13 градусов Цельсия? Мощность тепловых потерь пропорциональна разности температур термостата и окружающей среды. Возможное решение. Сопротивление реостата в зависимости от Х будет у нас записываться как Х умножить на R. Это логично. По закону Ома сила тока в цепи нагревателя И – это напряжение, деленное на сопротивление Rx плюс 0,25 R большое. Тепловая мощность, выделяющаяся на нагревательном элементе, составит по закону Джоуля-Ленца P мощность и квадрат R нагревателя или U квадрат разделить на R x плюс 0,25 в квадрате и все это еще в числителе умножается на 0,25. R большое, поэтому R большое сокращается. При установившейся температуре мощность нагревателя равна мощности тепловых потерь в окружающую среду. То есть α разность температур. Если α взять за какой-то температурный коэффициент. T0 здесь записана температура термостата, а T – это текущая температура среды окружающей. Дальше. Применительно к двум известным ситуациям это уравнение теплового баланса дает нам систему при одной и при другой температуре, при 25 и при 20 градусах Цельсия соответственно. Если эта система решается, что вы можете самостоятельно проделать, то получается, что T0 составит у нас 29 градусов Цельсия. Поэтому для третьего случая, подставляя соответственные температуры, находим, что x3 у нас получается 0,2. Критерий оценивания. Два балла оценивается, правильно полученное выражение для мощности нагрева, из которых эти два балла дробятся. На полбалла указана зависимость сопротивления резистора от х, еще полбалла получена общая сила тока, один балл получено выражение для мощности нагревателя. Второе критерий оценивания, который оценивается тоже в один балл, использовано условия установившей температуры термостата. Два балла оценивается в пункт номер 3, правильно применено уравнение баланса мощностей. Для первого случая, для второго случая по баллу. Четыре, два балла дают, правильно найдена температура термостата. Пятый пункт, один балл, правильно применено условия баланса мощностей в третьем случае. Два балла, полученное значение для x3, получено правильное выражение, один балл, и получено правильное значение, тоже один балл. Силовой тренажер, задача. На спортивной площадке установлен тренажерский, схема которого указана на рисунке. Спортсмен, сидя на кресле, поднимает сам себя, прикладывая к верхнему рычагу некоторую силу F. Система рычагов и шарниров обеспечивает плоско-параллельное перемещение кресла. При отсутствии спортсмена, для уравновешивания тренажера, верхний рычаг принимает горизонтальное положение. При этом на кресло нужно поместить груз 3,7 кг. Какую вертикальную силу F должен прикладывать к рычагу человек, масса которого 86 кг, для того, чтобы, сидя в кресле, не касаясь земли, удерживать рычаг в горизонтальном положении? Длины рычагов, которые нужно использовать при расчетах, А1, А2, А3, В1, В2 указаны, и вы видите их на экране. Ускорение свободного падения считать 10 метров на секунду в квадрате. Возможное решение. Рычаги здесь, в этой задаче, не считаются невесомыми, они обладают у нас массой. Суммарный момент сил тяжести, который связан с этими массами, компенсируется моментом веса груза массы M, который кладут потом. Значит, для их учета достаточно вычесть массу M из массы человека, M нулевое. Сила давления человека на кресло меньше силы тяжести на величину силы F. Теперь рассматриваются силы, действующие на вертикальную и нижнюю горизонтальную штанги. На рисунке вы их видите. Отметим, что их силы тяжести мы скомпенсируем уменьшением массы человека. То есть, если этого не делали, то придется их записывать. Из рисунка видно, что сила M2 может быть только горизонтальной, иначе момент силы относительно точки А будет отличен от нуля. Аналогично, сила T может быть только вертикальной, иначе момент силы относительно точки B будет отличен от нуля. Теперь на рисунке расставляются силы, действующие на кресло. Для равновесия необходимо равенство вертикальных компонент сил. Записываем, N1 вертикальная равняется M0-M в скобочках G минус сила F. Это уравнение первое. Оставим силы, действующие на среднюю горизонтальную штангу. Для равновесия необходимо равенство моментов N1 и T относительно точки О. Точку О все видят. Записываем уравнение 2. T, A2 равняется N1 вертикальная, A1. Дальше расставим силы, действующие на верхнюю штангу. Для равновесия необходимо равенство моментов F и T относительно точки С. Еще один рисуночек, видите, точку С. Записываем уравнение 3. T, B2 равняется F, B1 плюс B2. Теперь у нас получены 3 уравнения, нужно решить совместно. Из условия равновесия получить ответ F. F у нас равняется вот такой вот формуле. Когда вы подставите сюда значения числовые, получается наша сила 148 ньютон. Критерии оценивания. Использована идея. С исключением моментов сил тяжести внутри механизма путем уменьшения массы человека на M. 1 балл. Учтено уменьшение силы взаимодействия человека со стулом на F. 1 балл. Обоснована горизонтальность силы N2. Тоже 1 балл. Получено условия равновесия стула. Первое уравнение 1 балл. Второе уравнение получено 1 балл. Использовано условия равновесия в вертикальной штанге 1 балл. Использовано условия равновесия верхней штанги. Третье уравнение 1 балл. И получено выражение для F. Четвертое уравнение 2 балла. Получен правильный численный ответ 1 балл. Примечание. Если в решении нет идей из пункта 1, то моменты сил тяжести внутри механизма учтены в решении. Должны быть учтены в решении. И балл за пункт 1 может выставлен в полной мере быть. Нет необходимости показывать горизонтальность силы N2. Второе примечание. Для выполнения пунктов 4, 5 и 7 может быть записан любой аналог уравнения 1, 3. И третье. Если в решении не выполнен пункт 2, баллы могут быть выставлены только за пункты 1, 3, 5, 6 и 7. Торможение шайбы. Шайбу толкнули по горизонтальной поверхности. Через время 0,1 секунды она оказывается на расстоянии S1 8 сантиметров от начальной точки. А через время 2 Тау на расстоянии S2 12 сантиметров. Надо найти значение коэффициента трения μ между шайбой и поверхностью, при которых это возможно. Ускорение свободного падения здесь взять за 10 метров на секунду в квадрате. Возможное решение. На шайбу после начального толчка действуют три силы. Сила тяжести, сила нормальной реакции опоры и сила трения скольжения. Это очевидно. Рисунок здесь не дан. В результате до остановки шайба будет двигаться с ускорением А равное μg. Следовательно, μ это ускорение деленное на g. Если к моменту времени 2 Тау шайба еще не остановилась справедливо, следующая система уравнений, отмеченная здесь циферкой 1. S1 равняется V Тау минус А Тау квадрат пополам. S2 равняется V на 2 Тау минус А2 Тау в квадрате пополам. V нулевое, вернее просто V это начальная скорость шайбы. После того, как система решений решена и получена относительно А и μ, можно видеть, что ускорение А получается 4 м на секунду в квадрате, а μ 0,4. Другой вариант. Если шайба вдруг остановилась между временем Т и 2 Тау, по-другому запишем систему уравнений. И для ускорения получаем третье уравнение, которое вы тоже видите, из которого будет найдено, что А равняется 16 умножить на 2 плюс-минус корень из 3 м на секунду в квадрате. Корень с плюсиком при проверке дает время остановки меньшее, чем Тау. Не с плюсиком, с минусиком. Здесь, наверное, опечатка. С минусом дает время остановки между Тау и 2 Тау, что и необходимо. Поэтому μ у нас здесь составляет 0,43. Можете все это проверить письменно, расписав самостоятельно на листочке. Критерий оценивания. Обоснованно. Так, сейчас, минутку. Это что-то не то. Извиняюсь. Критерии оценивания у меня здесь перепутаны. Давайте рассмотрим задачу 9.4. 9.4. Четыре города расположены в вершинах квадрата А, Б, Ц, Д. Смотреть рисунок. Параллельно направлению А, Д дует сильный ветер из А в Д со скоростью В. И два одинаковых самолета вылетают из города А и движутся по разным маршрутам. Первый А, Б, Д, А. А второй А, Д, Ц, А. Б, Д и Ц, А – это четвертинки окружности. Найдите отношения времен движения самолетов по маршрутам. Скорость самолета при отсутствии ветра будем считать равной У. Возможное решение. Сравним времена движения по соответствующим участкам. Первое. Так как скорости на участках А, Б и Д, Ц одинаковы, то время А, Б равняется времени Д, Ц. Второе. Время движения на участке А, Д будет L, деленное на У плюс В. А вот время на участке Д, А будет Л, У минус В, минус скорость ветра. Выигрыш во времени в составе ДТ1 можно посчитать 2ЛВ, деленное на У квадрат минус В квадрат. Третье. Сравним времена движения на Б, Д и Ц, А и рассмотрим маленький участок Дельта-Л на траектории Б, Д. Скорость самолета относительно Земли, Д, В, она здесь 1 обозначена, равна векторной сумме скорости ветра В и собственной скорости самолета У. Смотри рисунок. Смотрите. Вот у нас рисунок здесь дан. Введем систему координации сями, направленными вдоль и нормально к траектории в данной точке. Чтобы вектор W1 был направлен по касательной к траектории, должны выполняться следующие равенства. Написаны они в виде системы, откуда следует, что W1 равняется У Тау плюс В Тау. Соответственно, вот записано здесь выражение. Участочек маленькой длины Дельта-Л самолет пролетает за время Дельта-Т, который, соответственно, можно записать вот так. Также аналогично рассматривается симметричный первому маленький участок длиной Дельта-Л на другом участке, на участке траектории ЦА. Здесь подобно решается, но только знаки будут другие. Получается подобное выражение. Вот такое. Потому что треугольник скоростей у нас здесь другой. Обратите внимание на этот рисуночек. Тогда участок длины Дельта-Л самолет за другое время пролетит. Опять же, оно аналогично похоже. И потом мы должны найти разность этих времен. Сейчас я повыше чуть подниму. Находим разность этих времен вот по этой формуле. Откуда получаем дальше вот такую большую формулу. Учитываются вот такие вещи, ниже записанные. При подстановке сюда получается формула номер 1. Она покороче. Сейчас я повыше ее подниму. Формула номер 1, она покороче. Самостоятельно, пожалуйста, проделайте все вычисления, которые вам необходимы. Для того, чтобы проверить. Отмечают они здесь, что Дельта-Л синус альфа – это смещение вдоль ветра. Остальные величины выражения будут постоянными. Поэтому, просуммировав значение 1 для всех участков траектории ЦА и БД, получают задержку Дельта-Т2, которая совпадает с задержкой Дельта-Т1, но с противоположным знаком. Значит, получается, что время движения по этим двум маршрутам будет у нас одинаковое. То есть, отношение времен составит единицу. Здесь по критериям можно сказать, что если указано, что время ТАБ равно времени ТДЦ – это 0,5 баллов. Если правильно выражено время движения на участке АД – 1 балл. Правильно выражено время движения на участке ДА – 1 балл. Правильно найден выраж во времени Дельта-Т1 – тоже 1 балл. Пятый пункт. 4 балла за него ставятся. Найдено время для движения на малых симметричных участках. Для каждого участка расписано по сколько баллов. Пункт 6. Получено выражение 1 или аналог его 1 балл. Правильно найдена задержка 1 балл и сделан вывод о равенстве времен движения по двум траекториям – 0,5 балла. Примечание критерия. При неправильном решении можно поставить 1 балл по пункту 5А, если в решении используется идея векторной суммы скоростей. И если в 7 пункте неправильно указан знак, то балл все равно засчитывается. Ошибка будет в последнем пункте. Нелинейный мост. Изображена цепь на схеме. Она состоит из трех одинаковых нелинейных элементов, двух резисторов и двух идеальных амперметров. Сила тока через нелинейный элемент пропорциональна квадратному корню из напряжения на нем. То есть некий коэффициент А – корень Зу. Известно, что один из амперметров показывает ток ИХ, а другой ИУ. Причем ИХ больше ИУ. Надо найти силу тока в каждом из элементов схемы. Возможное решение. Из двух заданных токов наибольший ИХ – это будет общий ток цепи. И вы на рисунке на схеме новой видите, что он у нас течет в общей цепи ИХ, проходящей через один из амперметров. Расставляются далее токи. Видите, что ИУ у нас указан через амперметр номер 2, через нелинейный элемент Л3. И3, соответственно, И2, И4, И1 расставлены токи через другие элементы. Из вольтамперной характеристики нелинейного элемента следует, что напряжение на нем – это И квадрат, деленное на А квадрат. Напряжение на Л1 будет равняться И1 в квадрате на А2. Это же напряжение будет равно сумме напряжения на Л2 и Л3. То есть вот такому выражению. Потом дополняется система условием на то, что в сумме тока И1 и И2 будет давать ток ИХ. Потом решается данная система и находится и первое, и второе. Обратите внимание, они тут решены. Дальше нужно найти токи И3 и И4. Определите. Они находятся из условий разветвления токов в узлах по правилам Гергофа. Записаны по правилам Гергофа и найдены. Самостоятельно можете это проделать. А вот сейчас, я сейчас открою те критерии оценивания. Они были немножко перепутаны. И посмотрим их. Так, было обосновано, что ИХ – это сила общего тока в цепи АУ, сила тока через Л3 – 1 балл. Второе. Получено правильное выражение для напряжения на нелинейном элементе – 1 балл. Указано равенство падения напряжения в контуре с Л1, Л2 и Л3 – 2 балла. Использовано условия разветвления токов И1 и И2 – 1 балл. Правильное выражение, полученное для каждого из токов – это у нас по 1 баллу. И также не забыли о том, что нужно описать правила разветвления токов – тоже 1 балл. Правильное решение примечания критериям. Правильное решение неавторским методом тоже может оцениваться в 10 баллов, если все решено и найдено верно. В пункте 1 критериям балл ставится за объяснение, какая сила тока проходит через каждый амперметр. Если токи расставлены правильно, но нет объяснения, то этот балл не ставится. Но задача проверяется дальше. В пункте 3 могут быть использованы правила Киргофа для контура с нелинейными элементами, рассмотрено распределение потенциала в этом контуре или аналогичное им уравнение. Для нахождения токов 3-го и 4-го может использоваться разветвление с участием И-Игрек. Также может использоваться и разветвление И-Ноль. Я сейчас к задаче, которой критерии у меня не были. Я их сейчас открою. Они там самым последним листиком идут. И вы на них посмотрите. Это было выражение. Сами, пожалуйста, посмотрите. Не буду озвучивать. Посмотрите внимательно. Сколько что у нас оценивается. Это критерии оценивания для такого решения, которое было указано. То есть разболовка для такого же авторского решения. А если были альтернативные решения, соответственно, можно посмотреть критерии для альтернативных решений. Ну, зачитаю. При оценке неавторских решений, например, через графики скорости, нужно руководствоваться следующей схемой распределения баллов. Коэффициент зрения выражен через ускорение 1 балл. Рассмотрен случай с остановкой после 2 Тау 3 балла, из которых 1 балл ставится за полное математическое описание ситуации, 1 балл за полученное аналитическое выражение для а или мю, и 1 балл получено численное значение для мю. И третий пункт 6 баллов. Рассмотрен случай с остановкой до 2 Тау. И вы также можете посмотреть, какие баллы здесь у нас указаны. На этом разбор мы завершаем. На этом разбор закончен по 3 классам, 7, 8, 9. Желаю успехов и хорошо выступить в следующем году. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok